Всем привет! С вами новая рубрика Версус, где мы рассказываем о предстоящих соперниках ЦМОКИ Минск. И начнем с Автодора. Поехали! Саратов – самая непостоянная команда Лиги ВТБ. Трудно вспомнить, провел ли хоть один тренер там больше сезона. Вот и этот год они начинали с Евгением Пашутиным, которого сменил Предра Крунич, а в январе пришел Дональдо Скайрис. Литовский специалист в прошлом сезоне вывел Кали в плей-офф лиги, а теперь должен спасти положение Автодора. Но не только в тренерском штабе были перестановки. В прошлой игре в Минске Элджин Кук из Автодора перебрался в Уникс. Расторгли контракты с легионерами Собином Карбери и Майклом Уме. Статистика у обоих игроков не впечатляющая, так что вряд ли это можно назвать серьезными потерями. А вот усилились наши соперники весьма прилично. На днях объявили о подписании форварда сборной Сенегала Мухаммада Файе. Последние два с половиной года он провел в Цервене Звезды. В прошлом сезоне Файе стал вторым по подборам Еврокубки. Успел освоиться в России и американский разыгрывающий Райан Боутрай. Он присоединился к команде в конце января и успел провести две мощные игры. К слову, в матче с Локомотивом игрок набрал 21 очко. Помогать новичкам на паркете будет Маркел Старк. Он не только успевает набирать очки, но и отдает более шести передач за игру. Под счетами нашим центровым предстоит бороться с великаном Мухаммаду Зайте. Драконам придется непросто, ведь у французов вторая строчка по подборам в единой лиге. Автодор не стесняется играть легионерами. Из местных только Никита Михайловский получил игровое время во всех 16 матчах. Смуки отправились в Саратов в полном составе и готовы дать бой российской команде. Кстати, встреча в Минске закончилась со счетом 88-80 в пользу драконов. А как закончится ответная игра, узнаем уже завтра. Это был Версус. Если вам понравилось, то ставьте лайки, пишите свои комментарии на первом смоке.